АЯЧАНА СУТТА О ПРОСЬБЕ БРАХМА САНЬЮ ТАНИКАЯ 6.1 Как я слышал, однажды, когда благословенный только достиг совершенного пробуждения, он пребывал в деревне Урувела на берегу реки Ниранджара у подножья пастушьего дерева Баньян. И когда он пребывал там один, в полном уединении, в его уме возникла мысль, Дхамма, ныне мною постигнутая, глубока, сложна для понимания, трудна для осознания, умиротворённа, чиста, лежит за пределами всех суждений, утончённа и доступна лишь мудрым. А это поколение людей увлекается лишь привязанностями, побуждается и услаждается только привязанностями. Для поколения людей, увлечённых лишь привязанностями, влекомых и услаждающихся привязанностями, трудно будет понять зависимость возникновения одного от другого. Кроме того, состояние, мною достигнутое, слишком труднопостижимо, ибо оно суть – растворение всех порождений ума, отказ от всех обретений, прекращение жажды, бесстрастие, угасание самости и освобождение. «Буде же стану я наставлять хамме, а другие меня не поймут, это будет обременительным, изнурительным для меня». И тут же такие гадхи, не звучавшие в прошлом, неслыханные кем-либо ранее, сложились у благословенного. Покончено ныне с учением, мною с великим трудом постигнутым, тхамма сия слишком сложна для постижения теми, кто предан влечению и отвержению. Столь сокрытое, глубокое, тонкое, сложное для понимания, всему привычному, противоречащее, не воспримут страстям предающиеся, объятые тьмы по кровам, и ум благословенного, так помыслившего, склонился к пребыванию в покое, а не к обучению иных тхамме. Но Брахма Сахампати, прознав ход мыслей благословенного, помыслил, горе этому миру, ум татхагаты, раханта, достигшего совершенного пробуждения, склонился к пребыванию в покое, а не обучению тхамме. И так же легко, как сильный человек распрямляет согнутую или сгибает выпрямленную свою руку, Брахма Сахампати вышел из мира Брахмы и явился пред благословенным. Прикрыв своим одеянием одно плечо, он преклонил правое колено, почти в благословенного дланями, сложенными у сердца, и молвил ему, «О повелитель, изволь же учить тхамме, пусть татхагатта учит тхамме, в этом мире есть существа, кои отступятся, ибо глаза их запорошенные пылью неведенья, и они не способны воспринять тхамму, однако найдутся те, кто ее постигнет». Молвив так, Брахма Сахампати продолжил гадхамме, «В прошлом явилась среди магадхийцев нечистая тхамма, измышленная мраченными, так отвори же им двери в бессмертие, пусть они слушают тхамму, постигнутую безупречным. Подобно тому, как стоящий на скалистом утесе, видеть способен всех, находящихся ниже, так, о мудрейший, всевидением обладающий, взойди во дворец тхамма, тобою постигнутый, и избавленный от страданий и узри же людей, объятых страданием, удрученных рождением и старением. Воспрянь, о герой, победивший в битве, странствуй наставник, ничем не обязанный миру, учи же тхамме, о благословенный, найдутся те, кто поймет». И благословенный, восприняв призыв Брахмы, мир из сострадания ко всем существам, обозрел пробужденного оком, и узрел существ с глазами, лишь чуть припорошенными пылью неведения, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. И подобно тому, как в пруду, средь синих, красных или же белых лотосов, некоторые из них, в воде рождающихся и произрастающих, распускаться могут лишь пребывая в воде и не поднимаясь над нею, а некоторые могут находиться даже на уровне воды, при том, что отдельные могут подняться и над водою, и цвести, ею несмачиваемые. Так и благословенный мир, озирая пробужденного оком, узрел существ, чьи глаза лишь чуть припорошены пылью, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. Узрев это все, он ответствовал Брахме Сахампате, гадхой. Двери в бессмертные открыты для тех, кто слышит. Так пусть же они прояснят свои воззрения, «Предвидя трудности, я, о Брахма, не решался людям давать благородную, превосходную Дхамму. И Брахма Сахампате, помыслив себе, благословенный дал согласие свое наставлять Дхамме, склонился перед благословенным, и, обойдя его справа налево, тут же исчез». Комментарии к сути На берегу реки Ниранджара у подножия пастушьего дерева баньян. Пастушья, аджапала, буквально, козий пастух. Вероятно, баньян именуется так, поскольку пастухи коз часто останавливались на отдых в тени этого раскидистого дерева.